Одной из последних новостей стало судебное разбирательство, в результате которого было принято решение о том, что администрация города Рязани обязана выплатить около 21 миллиона рублей по энергосервисному контракту. Информация об этом появилась в СМИ 24 ноября со ссылкой на заявление председателя Гордумы Владислава Фролова. Ранее ситуация разворачивалась следующим образом. Дирекция по благоустройству города подписала энергосервисный контракт с фирмой ГПБ Энергоэффект. Именно она выиграла конкурс на повышение энергоэффективности Рязани. Затем подрядчик был обвинен в мошенничестве по причине невыполненных в срок работ. Было заведено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, городу был нанесен ущерб в 10 миллионов рублей. Однако на днях фирма отстояла свои позиции, доказала выполнение своих работ. И ситуация развернулась в обратную сторону. Теперь сам город должен платить. Только не 10 миллионов, а в два раза больше. Но проблема от этого не уйдет. Еще год назад наши коллеги-журналисты провели расследование, в результате которого выяснили, что реализация программы освещения Рязани выполняется некорректно. На наш взгляд, при проектировке новой уличной сети освещенности были нарушены некоторые нормативы. А во-вторых, как выяснилось уже позже, эти самые новые светодиодные светильники эксплуатировались в неправильных условиях. Вот наглядные графики того, как производится освещение с помощью светодиодных фонарей. Между столбами наступает зона тьмы, в которой водителям не видно ни дороги, ни пешеходов. А под фонарями, наоборот, слишком ярко происходит удар водителям в глаза. Получается, что Рязаня освещена по принципу зебры. Где-то слишком светло, в других местах очень темно. Чтобы этого не происходило, светильники должны стоять друг от друга на расстоянии 10 метров, а не 60, как это порой случается. Мы активно работали с независимыми инженерами, выезжали несколько раз на улицы города, производили дважды замеры различными приборами. В том числе проверяли, чтобы приборы были прошедшие по верху, составляли графики. Все, в общем-то, на официальном уровне практически проходило. То есть никакой отсебятины, как от редакции мы не несли. Кроме того, журналисты пояснили, что в прошлом году при расследовании они активно работали с производителями светильников, которые высказывали свое мнение и помогали разобраться в ситуации. Выяснилось, что светодиодные светильники, по идее, могут выдерживать напряжение до 260 вольт, а по факту на них подается порой повышенное напряжение. Так, было зарегистрировано значение, составившее 352 вольта. Таким образом, светильники не выдерживают и выходят из строя. Такие случаи считаются негарантийными. Напрашивается вопрос, почему все происходит именно таким образом. Может быть, стоит ставить светильники поближе друг к другу, и тогда не придется подавать на них чрезмерное напряжение? Или следует все-таки вернуться к лампам накаливания, которые позволяют рассеивать свет дальше, чем светодиодные фонари? Поскольку после того расследования, о котором мы говорим, прошел год, в этот раз журналисты телекомпании «Город» проведут свое расследование. В ближайших выпусках новостей мы сообщим вам, как обстоят дела с уличным освещением на дорогах нашего города в эти дни. Продолжение следует...